Президент Казахстана принял участие в 15-й сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. На заседании в Минске глава государства поделился видением дальнейшей работы организации. В следующем году председательство в ней переходит нашей стране. О том, что предложил Нурсултан Назарбаев, а также какие вопросы обсуждали руководители стран-участниц, расскажет Айгуль Адилова. Два дня резиденция президента Беларуси открыта вчера для казахстанских гостей, сегодня для всех стран-участниц ОДКБ. Готовились к этим событиям тщательно. Это считалось, к примеру, на сосредоточенном лице Александра Лукашенко, который ждал коллег. От пристального президентского взгляда не скрылась ни одна деталь. А детали, как известно, в политике иногда играют не меньшую роль, чем сами переговоры. И тот факт, что Нурсултана Назарбаева встречали сегодня первым, тоже о многом говорит. Президент Республики Казахстан Назарбаев Нурсултан Амишевич. Это сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ юбилейная. 15 лет со дня создания организации. Этот факт не может остаться незамеченным. Это очень важные вехи, которые дают возможность оглянуться назад, оценить все, что сделано в сфере безопасности. И если необходимо, внести коррективы, укрепляя при этом нормативную базу. В принципе, на это и нацелено заседание в Минске. Убежден, что нынешняя сессия придаст новый импульс развитию ОДКБ, продемонстрирует позитивную динамику в решении вопросов обеспечения общей безопасности. Я не просто надеюсь на это, я в этом уверен, так как та большая повестка дня, которая сегодня подлежит рассмотрению, включает в себе не один десяток вопросов. Два десятка вопросов лидеры шести стран обсудили в узком составе уже за закрытыми дверями. И тот факт, что президенты надолго остались без внимания прессы, работа пленарного заседания началась существенным отставанием от графика, говорит о многом. Известно лишь, что в этом формате главы государства обсудили тенденции развития международной ситуации и принимаемые меры по укреплению коллективной безопасности ОДКБ. А уже в формате пленарного заседания стороны рассмотрели широкий круг вопросов. Повестка этой сессии более чем насыщенная. Во многом она касается совершенствования военной составляющей организации. Состоялся конструктивный обмен мнениями по обстановке на Корейском полуострове, фокусе внимания урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, ситуация в Афганистане и Сирии. Астана в этом вопросе играет миротворческую роль, предоставляя площадку и создавая условия для сирийских переговоров, результат которых уже сегодня на себе почувствовало население Арабской республики. Мы подробно обсудили текущую ситуацию в мире, а также наметили меры по укреплению коллективной безопасности, рассмотрели повестку дня и выразили согласие по всем подготовленным документам. Казахстан поддерживает ли и готов подписать юбилейную декларацию, в которой отмечены наши совместные достижения за прошедший период, а также отражена точка зрения организации по актуальным вопросам безопасности. Сегодня мы примем соглашение в области обеспечения информационной безопасности, о чем мы поговорили сегодня подробно. Все остальные документы, которые включены в повестку дня нынешней сети, полностью поддерживаются казахстанской стороной. И так понимаю, что и все члены организации также поддерживают. Вообще нужно признать, что при отсутствии безопасности вряд ли возможно развитие экономики. Все взаимосвязано. Вопросы торговли, производства, промышленности становятся второстепенны, если не созданы условия для стабильного сосуществования. С 2018 года в ОДКБ председатель Казахстан. Глава государства поделился видением дальнейшей работы, расставив ориентиры и акценты, по которым в следующем году будет работать организация. Первое. Расширение инструментов взаимодействия государств-членов ОДКБ в военной сфере. Второе. Организация практического военно-технического сотрудничества государств-членов ОДКБ. Третье. Участие ОДКБ в формировании международной системы глобальной по противодействию терроризму. Четвертое. Совместное метр реализирование государств-членов ОДКБ на угрозы кибербезопасности. Пятое. Повышение эффективности мер по противодействию незаконному обороту наркотиков. Выражаем надежду, что предложения наши найдут должную поддержку со стороны всех государств-членов организации, что будет обеспечивать их усмешную совместно с вами реализацию. Пожалуй, существующие проблемы организации могут быть использованы как стимул для развития и повышения статуса ОДКБ не только в регионе, но и в мире. Политическая воля глав основных стран-участниц для этого есть, поэтому на саммите был принят ряд стратегических решений. Стратегия для организации служит практическим руководством к действию на среднесрочную перспективу. И именно поэтому главами государств сегодня был утвержден развернутый план ее реализации. Предусмотренные в данном плане мероприятия затрагивают все ключевые направления деятельности организации. Одним из них являются коллективные усилия государств-членов в такой важной и злобовневной в сфере, как информационная безопасность. Юбилейная декларация отражает совместные меры по дальнейшей работе организации. Приняты совместные заявления по ситуации в Сирии и вокруг нее о поддержке посреднических усилий сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Нагорно-Карабахскому регулированию, а также совместным мерам по укреплению оборонного потенциала государств-членов ОДКБ. Вообще позиции Казахстана в рамках ОДКБ основываются на создании условий, которые должны обеспечивать стабильность в стране и в регионе, а главное противодействовать новым угрозам и вызовам. То есть Казахстан всегда за конкретные инструменты, которые должны вырабатываться и которыми должны пользоваться совместно. А совместные усилия это и есть подушка безопасности от непростых и сложных проблем, которыми окутана немалая часть региона, да и мира в целом. Айгуль Адилова, Жумагалий Бергебаев, Айдос Янтибеков, Хасина Маркулов и Алмазу Маргалиев при поддержке телерадиокомплекса «Президента» Хабар-24, Минск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова